Доброго времени суток, подписчики и зрители канала, меня зовут Андрей Поэт, и это первая серия восьмого сезона Сталкер Страйка на моем канале. Перед тем, как начать показ серии, вкратце расскажу о том, что ждет вас в этом сезоне. Первое. Мы начали двигать свою ролевую тему, не без косяков, конечно, но продолжая развиваться в этом направлении, у нас будет со временем получаться все лучше и лучше. Второе. Этот сезон снят в новом формате, за что спасибо огромное нашему новому другу из Москвы, Вадиму Захарову, который проделал немалый путь до северной столицы, привез с собой наикрутейшее оборудование и снял все на высшем уровне. Ну а с вас, само собой, комментарии. Нравится вам такой формат или лучше, как раньше, от первых лиц? И третье. Наикрутейший фоновый имбиент специально для нас написал террорист, так что теперь у Сталкер Страйка появился свой саундтрек. Да-да, это именно он сейчас играет фоном. Началось все с того, что, приехав на полигон, нас туда не пустили. Весь клуб тусил недалеко на озере, а там выяснилось, что в часть приехала какая-то проверка, и военным сейчас не до Сталкеров. В общем, мы пообщались, искупались, а ближе к вечеру пятницы нас запустили на полигон. Построение прошло уже в сумерках, а сама игра началась в полной темноте. Собственно, поэтому организаторам не удалось подготовить игру в полном объеме, и она прошла как-то скомканно. Это заметили не только мы. Ну а сейчас, собственно, первая серия. Погнали! Отчет номер 7 Нагин Степанович, здравствуйте. Как вы и требовали, я занялся исследованиями территории поселка Новикова. Мне так давно повезло, был выброс. Густота аномалии спала. Трое вольных сталкеров были мной наняты для проведения биохимических замеров. Вряд ли их имена вам что-то скажут, но все же. Это были Андрей Поэт, с ним я уже давно работал. Валера Цыган и, кажется, Максим Еврей. Собственно, к чему это все? Спустя сутки мои лаборанты обнаружили троицу в ужасном состоянии. Они явно подверглись какому-то доселе неизвестному излучению. Их лица были чудовищно обезображены. Казалось, они просто на глазах разлагаются. С головой тоже не все в порядке. Память частично осталась. А вот с личностью исказил не на шутку. Ну, я их положил в стационар под наблюдение. А вот то, что произошло дальше, я даже не знаю, как описать. Но разумных объяснений у меня нет. Ближе к ночи они просто исчезли. Персонал в замешательстве. Я, собственно говоря, тоже все перевернули. Ни следа. Но не стоит беспокоиться. Я с этим разберусь. Как только будет новая информация, сразу же сообщу. Конец связи. А вот, собственно, и наши персонажи. Время в районе 6 утра, и мы идем на черный рынок грабить бандитов. Время в районе 6 утра. И мы Tradュрикал Министер quanto дальше. Время в районе 9 утра. И3 утра. Время в районе 5 утра. Время в районе 8 утра. Продолжение следует... 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 Чувак просто Там военные Во-первых Я-то вышел нормально Без бара Там все будет самое Там пошли человек семь Ну вот А у меня там двое А это х** Военные есть в канале? Вот до этого всего? Да, потому что когда Меня тут ученые Просят к вам провести Как, готовы принять нас? Нет Я сталкивание Там истанал А че, через сколько? Семьдесят А х** Есть Я по прямой И в бар Хорошо, если Если мы Нет, нет Да там нет Дай я тебе За монолит Свои не стреляйте Да Да Куда отбочит? Мерд Куда попадание? Залезали По шеям Сука Испорчу этот Безусловно Красивый момент Лишь замечанием Что согласно Игровым правилам Запрещены Быстрые тычки Что это значит? Это значит Что нельзя убить Пять противников За пять секунд Противника Нужно красиво Зарезать А на это уходит От пяти до десяти секунд Как написано в правилах Хорошо, что не возникло спора Потому что По правилам Падло должен был резать Одного секунд пять И второй бы успел Среагировать И зная это падло Он бы не стал рыпаться На двоих сталкеров С одним ножом К чему это я? К тому, что Последнее время Много людей Подходят ко мне Перед игрой И говорят, что Приехали на игру Узнали о проекте Наткнувшись на мой канал А по информации От сталкера Тихова Некоторые такие люди Считают, что Посмотрев мои видео Игровые правила читать Не обязательно И им не приходит в голову Что правила эти Имеют свойство Меняться и дополняться Так вот Если вы собрались Ехать на игру Учите правила Лично я перечитываю их Каждый раз перед игрой Блин, блин, блин Аааааааааааааааа Стоять на колени. На колени руки вверх. Хватай. Что с лицом? Это монолит. Что монолит? Разрисовал я ножом. В мой первый день в зале. Где был, что видел? Когда? Сегодня. Сегодня. Вчера. Неделю назад. Неделю назад я ходил по лесам поглухим. Что-то видел. Не х**ди, ну. Говори человечек. Говори. Язык друг твой. Молчание враг твой. Дрейк. Нет. Сумасшедший местный доктор. Где живет? Живет. Могу показать, здесь совсем недалеко. Покажешь, покажешь. Хорошо. Вот здесь. И кто там живет? Дрейк? Дрейк. Он наполовину сумасшедший. Он сейчас сидит на какой-то наркоте. Понятия не имею, кто ему ее поставляет. И, короче, пока он на ней сидит, он действительно лечит людей. Помогает им. Как он выглядит? Во что одет? Выглядит в плаще, в таком... Да. Выцвешенный колен, да. С бусами. С бородой без бороды? С бородой. Видели такого? Да. Когда он, ну, кончается действие наркоты, он сходит с ума. В деревне одиночек. Подслушу. Но самого не видел? Самого видел. По какому вопросу к нему приходил? Не приходил. Просто пересекался. Что он тебе сказал? Мне ничего. Просто прошел мимо? Я слышал, как он разговаривал по поводу своей болезни. С кем? С кем-то из чистого неба. С кем-то из чистого неба. С кем-то из чистого неба. Человек. Я подошеред. Принеси, пойдешь вперед. Давай, давай, давай. Супай. Сделаешь все правильно. Отпустим, слово даю. Стучишься. Заходишь. Смотришь, сколько там людей. Вооружены, не вооружены. Если они насторожены, пытаешься их заболтать, следом заходим мы. От чистого неба нам нужны были все те же пресловутые бинты и информация. Возможно, взаимовыгодное сотрудничество. Но зайти мы собирались с позиции силы, во всеоружии. Так разговор должен был пройти более выгодно для нашей группы. Отпустите. Помогите, пожалуйста. Когда мы поняли, что чистонебовцы открывать нам не собираются, было принято решение штурмануть. И на этот раз воспользоваться опытом от прошлого неудачного штурма. Жестить так жестить. Не-не-не, в правилах такого не написано. На момент выхода этой серии в правилах сказано, что базы полностью разрушаемые. Про стекла там ни слова. Стекла никто не трогает и не ушибает. Давайте перенесемся ненадолго к вечеру того же дня. Бравые долговцы бьют стекла на монолите. Одиünde Vern² Зв combate Давай, руки подними. Убит 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 ранее андрюха по себе просто тут ребят разбудили да и налицо явный негатив к нашему творчеству что я могу сказать хотите спать спокойно спите в жилом лагере мы конечно тот момент не догадались залезть через крышу но и со стеклом ничего страшного не случилось можно было нормально отыграть а данный вопрос решить позже в жилом лагере или на финальном построении а так получается что монро сломал нам игру еще и нахамил в догонку извинения от него мы так и не дождались вообще у меня было желание поначалу выпилить все это и не показывать вам но подумав я решил что такие моменты нужно показывать ибо если не поднимать проблемы не обсуждать их они никогда сами собой не решатся организаторы будут думать что все в порядке и конфликтов между игроками не возникает сами игроки будут думать также пока играют за одиночек и послушно поднимают лапки кверху я показываю игру как есть и если есть косяки не важно чьи наши или других игроков я обязательно это покажу ведь и наш сериал тем интересен что идет не по сценарию и получится в итоге может все что угодно на этом первая серия закончена подобные косяки вылезли в первые часы игры и в дальнейших сериях все будет гладко и атмосферно вторая серия выйдет как обычно недельки через две плюс-минус все глухие и невнимательные кто будут спрашивать у меня в личке вконтакте когда же новая серия будут заблокированы и не смогут больше не писать всю информацию если она есть я выкладываю на стене своей группы вконтакте дневник мародера ссылка есть в описании заходим читаем наблюдаем смотрим не задаем глупые вопросы а с вами был андрей поэт и до новых встреч а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok